Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи по скайпу с нами сегодня режиссер Алексей Учитель. Алексей Ефимович, здравствуйте. Здравствуйте. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672 12 93 9 и 672 13 93 9. Звоните нам также из-за рубежа код плюс 371. И напишите в WhatsApp 230 6191. Задавайте ваши вопросы. Ну вот уже долгое время говорят и пишут о том, что вы собираетесь снимать фильм о Викторе Цое. Вы эту информацию также подтвердили вот в недавнем интервью. Причем главным героем фильма, по вашим словам, будет водитель автобуса, также участник этой страшной аварии, в которой погиб Цой. Вы начинаете съемки этим летом и планируете закончить к 20-му году, если я не ошибаюсь. Да, вы все. У вас полная информация о том, что будет происходить. Мы действительно начинаем съемки в самом начале июля. И где-то в середине июля, насколько я помню по графику, собираемся приехать в Ригу. И у нас будет довольно много съемочных дней в Латвии. Почему вы решили посмотреть на эту ситуацию глазами водителя Икаруса? Вот как родилась эта идея, эта мысль? Ну, вы знаете, я же снимал Виктора и группу, и у меня был такой фильм «Рок». А когда случилась эта трагедия, я тоже приезжал на это место и видел это все. И почему-то вот с тех пор у меня именно сидел в голове этот водитель, который ехал, так сказать, ни о чем не подозревая, и вдруг его, с этим ударом москвича, жизнь стала совершенно другой. И вот много лет это сидела в голове. Лет 8 назад был написан Александром Гоноровским сценарий на эту примерно тему или, скажем, на это направление. И вот сейчас, мы чуть переделав сценарий, вот начинаем работу над ним. Поэтому главный герой... Цоя, идея заключается еще в том, что все меня об этом спрашивают, у нас не будет актера, который будет играть Цоя. Его не будет существовать только... Это будет хроника, то есть? Нет, хроники тоже будет только в конце, но я не буду раскрывать все карты. У нас не будет актера, который играет Виктора Цоя. Если он появится, то в том виде, когда мы его снимали в те годы. Ну, а водитель автобуса, вы общались с ним лично, приезжали к нему? Он не давал интервью, как вы говорили, никому после этой трагедии. Как это отразилось на нем? Как он себя чувствует сейчас и как вспоминает о случившемся? Да, мы не так давно были. Он по-прежнему живет в Латвии, довольно далеко от Риги, мы долго ехали. Ну, понимаете, мы договорились о том, что мы не будем каких-то подробностей говорить. Ну, замечательный человек, очень открытый, который вспоминает и прошлые годы. Он три года служил в Североморске на подводной лодке. В те времена вспоминал очень так и хорошо. Вот. Что касается аварии, было как раз меньше всего разговора, потому что, понимаете, это действительно сам момент этот, он длился буквально мгновение. А вот что было потом, это уже, мне кажется, самое интересное. Хотя, конечно, наша история, это не хроника буквально тех событий. Это довольно, это скорее, как я называю, такая притча больше о том, что могло произойти. И многие моменты, безусловно, это наше предположение, наше вымесло, как все происходило. Мне интересно, если бы вы хотите, понимаете, для меня еще толчком стало несколько лет назад, вот после смерти Виктора, у меня была такая документальная картина «Последние герои», где как раз тоже пытались понять феномен. И вот этот фильм, спустя там 20 лет, позвонил продюсер и сказал, я хочу выпустить на экран. Я говорю, ты сумасшедший, кто пойдет? И вот была, тем не менее, он это сделал, была премьера в Петербурге, на Невском, в самом нашем центральном кинотеатре. И пришло, то есть я шел, понимая, что будут некие фанаты, но такого количества народа я давно не видел, и я эту историю пересказывал. Директор кинотеатра сказал, что она продала билеты уже на несколько дней ждет. Мы думали, что будет два сеанса вот премьерных и все. Поэтому вот с тех пор еще, для меня, понимаете, загадка на самом деле, очень много известных людей, погибавших, но такой славы, как до сих пор и такой популярности, причем и не того поколения людей, а и маленьких детей, включая, значит, он действительно близок, эти слова, эта музыка, и все поют, перепевают, и это остается, что называется, в душе и в сердце и в голове. Вот это для меня самое удивительное, и вот этот феномен отчасти и будет каким-то образом проходить нитью через нашу картину. Ну, понятно, что история, не знаю, сослагательного наклонения, но вот периодически появляются такие рассуждения в интернете о том, как бы Цой жил сегодня, кем бы он был и как бы он относился к современной действительности. Никогда не пытались смоделировать эту ситуацию и подумать, что было бы с Цоем сегодня? Ну, вы знаете, я, так сказать, дружу с Борисом Гребенщиковым часто, вижу Юру Шевчука, тоже великих людей из того времени, но я думаю, что примерно было бы то же самое. Ну, это, мне кажется, глупо рассуждать об этом, потому что, ну, что было бы, во-первых, это невозможно, фантазии на эту тему неуместны, мне кажется. Он действительно, этот лозунг «Цой жив», он существует все равно и сейчас, и поэтому в этом феномен. Ну, вот не так давно в интервью Владимиру Познеру режиссер Павел Лунгин сказал о том, что фильм не должен быть легким, он должен быть тяжелым и провел аналогию с пластмассой и золотом. Вот, на ваш взгляд, общество сегодня готово к тяжелым фильмам, по-настоящему тяжелым? Общество, безусловно, не готово. Если говорить про общество, если говорить про кинозрителей, то они существуют разные. Но, на мой взгляд, и кинематограф хорош тем, что он должен быть разнообразным. И у зрителя должно быть право выбора. То, что сейчас в голове конкретного человека, какие переживания, эмоции, он себе выбирает то, что ему интересно посмотреть. Поэтому, но без тяжелых фильмов, я лучше бы назвал, есть жанр драмы, без этого невозможно. Вообще, лучшие произведения все-таки в этом направлении созданы, в кинематографе. Ну, вот, посмотрев ваш фильм, любой из ваших фильмов, с какими чувствами, с какими мыслями вы хотели бы, чтобы выходил зритель из кинотеатра? Ну, я пока, во всяком случае, стараюсь каждую свою картину сделать совершенно не похожей на предыдущую. Мне кажется, что если произойдет, и мне скажут, что вот этот фильм, знаешь, похож на тот, что десятилетний давности твой, то я пойму, что надо заканчивать, поскольку, значит, я стал сам себя повторять. Это я говорю просто, чтобы мне хотелось, когда зритель шел на мои именно фильмы, он хотел бы увидеть меня какого-то другого, и по форме, и по содержанию. Но, знаете, банально я хочу, чтобы зритель почистал в голове, когда посмотрел картину. И я очень хочу, чтобы он по ходу не только сидел с мрачным видом, значит, и смотрел, и говорил, «Ух, как тяжело, как тоже интересно». Любая трагедия, если там не будет юмора и смеха, она не воспримется никогда в жизни. Поэтому для меня самое главное – эмоциональное состояние. Если я встряхну фильмом, всем, кто принесет, кино все равно, это не только режиссер, и актеры, безусловно, и операторы, ну, не буду повторять банальности опять, но если мы все встряхнули, и он пустил слезу в конце, или он чуть улыбнулся, или он пошел и, значит, поцеловал свою спутницу, значит, уже что-то произошло. Я не хочу, чтобы он буквально сказал, «Да, мне надо делать всю свою жизнь, и я становлюсь другим и лучше». Но если его это задело, и, как я называю, если он себя увидел, и буквально, но нашел на экране себя, потому что зритель... Техфильм зависит только от одного – зрители себя видят внутри этой картины или нет. Если они просто смотрят, мне кажется, что тогда это совершенно другое. Вот сейчас много говорят о сериале «Чернобыль», который сняли американцы и британцы. Этот сериал уже признан рядом с этим лучшим за последнее время. Вот вы, кстати, его видели? Я лежит на очереди, и в ближайшее время я должен посмотреть. Просто сейчас у меня сумасшедшее время, мы готовимся к съемкам. Я вот только вчера приехал с выбора натуры, как мы называем, просто физически нет пока времени. Но я, конечно же, слышал об этом сериале и, безусловно, его посмотрю. И это были какие-то совершенно фантастические и потрясающие возрасты. На ваш взгляд, много сейчас говорят о том, что американцы смогли снять от Чернобыли то, что не смогли снять россияне, украинцы. И те люди, собственно, в постсоветское пространство не смогло показать так эту трагедию. Вот на ваш взгляд, от Чернобыли были достойные проекты, снятые именно на постсоветском пространстве? Были. Я могу тут назвать фильм Александра Мендадзе «В субботу». Мне кажется, что это своеобразный, но очень интересный взгляд на эту трагедию. Он, может быть, не показывает каких-то огромных масштабов, но человеческую трагедию этот фильм через определенных персонажей опять сделан очень интересно. Очень интересно. Но я уж не говорю, что начались съемки. Я думаю, что это тоже будет большое кино. Замечательный актер Даня Козловский в качестве режиссера сделает сейчас картину о Чернобыле. То есть эта тема сейчас актуальна? Ну, давайте назовем это так. Мы, кстати, никогда не планировали сами снять на эту тему, учитывая масштаб этой трагедии, учитывая резонанс общественный. Не было желания снять, экранизировать? Нет, меня не было, честно признаюсь. Ну, вот сейчас еще один нашумевший сериал, о котором говорят, хотя разговоры уже поутихли, но все же люди никак не могут примириться с финалом сериала «Игры престолов». Смотрели ли вы этот сериал, я не знаю, но на ваш взгляд, вот, нужен ли сегодня зрителю, нужен ли сегодня хэппи-энд? Или, будь то сериал или фильм, можно обойтись без этого, и зритель готов принять, и, скажем так, плохой конец? Вы понимаете, ну, как, что значит, ну, невозможно же во всех фильмах хэппи-энд или только трагические финалы. Это зависит от конкретной истории, и как хотят авторы, и сценаристы, и режиссеры. Не то, что хотят, как движет их история. От этого только можно исходить. Ну, я думаю, что такие идеи возникали, особенно это, возможно, в сериалах, поскольку можно посмотреть. Ну, снимите три финала и предложите, и каждый выберет себе по вкусу. Ну, это неправильно тоже, неправильно тоже. Только, все равно, сколько бы мы ни говорили, ну, есть автор фильма, и он только со своим видением, опять, со своей эмоциональной, повторяю, это для меня очень важная вещь, как он эмоционально воспринимает, и что ему нужно в финале получить, и только от этого зависит. Ну, сериал, на ваш взгляд, сегодня? Вот я могу сказать, что у меня был опыт, когда для Матильды я проводил целые конкурсы, кто будет автором сценария, и у меня был опыт работы в течение двух недель с одним американским сценаристом, не самым плохим, я бы сказал, даже интересным, хотя он только начинающий был, закончивший такой мощный университет, там у него мама балерина, он знает русское искусство. Прекрасно. И вот мы с ним день разговариваем, такие идеи кидаем, что-то говорим, взбуздаемся от этого, в хорошем смысле, творчески. А утром он приходит, мне говорит, слушай, давай вот, да, мы поговорили, очень интересно, ну, давай так, первый, второй, третий, антагонист, герой, и начинает мне схему рассказывать. Я говорю, да нет, послушай, давай сначала придумаем какие-то интересные, и так мы вот неделю, десять дней мучились, и в результате из-за этого произошло нестыковка. Поэтому есть очень разные подходы, и можно выстроить схему, и под нее закладывать, тоже может получиться интересно. А можно идти наоборот, от некой идеи, вот скажем, как в фильме, который вот я собираюсь снимать, был просто человек, который чем-то меня, ну, его ситуация взяла. Я видел его глаза, лицо, и из-за этого можно построить исток. Или как когда-то Дуня Смирнова, замечательный сценарист, а теперь уже режиссер, когда мы придумывали новую картину, она мне сказала, слушай, говорит, вот идут трое молодых по Невскому и по Питеру, и вот реальных полтора часа, что происходит? Из-за этого больника, который и до сих пор смотрит, и мне он очень нравится. Кстати, очень оптимистичный. Вы упомянули ваш фильм «Матильда», Наталья Поклонская была у нас в гостях, мы задали ей вопрос о том, не чувствует ли она морально себя причастной к тем нападениям, в частности на вашу студию и на кинотеатры. Она ответила, что нет. Вот на ваш взгляд, на ком лежит ответственность за эти нападения? Ну, моральная, конечно, в первую очередь, я имею в виду. Да, как вам сказать, моральная на многих лежатся, не только на ней. Мне трудно ответить, что нет, вот она тоже виновата, скажешь, в чем-то. Это ее взгляд, мышление, просто она пыталась его навязать другим, в этом вся проблема, и пользовалась своим, что называется, служебным положением. Поскольку я могу сказать, что история не закончена, до сих пор посылается этим человеком запросы, нас вызывают иногда следователи, мы отвечаем на вопросы до сих пор. Идут какие-то проверки и так далее, и так далее. Только что вот идет еще суд как раз над этими людьми, кто кидал вот эти все проделанные вещи. Ну, я так чувствую, что их просто отпустят, и все, и на этом закончится. Возможно ли, что когда-то фильм «Атильда» покажут по телевидению, как вы считаете? Ну, я уверен, что это произойдет, потому что мы, я всегда говорю, мы не нарушили ни один закон, фильм был широко показан во всех кинотеатрах, поэтому я думаю, что, ну, это обязательно произойдет. Мало того, у нас же сделана еще четырехсерийная телевизионная версия этой картины, и она тоже ждет своего часа. Ну, вот сейчас обсуждается, что в России, показывая фильм о Белтоне Джоне, вырезали определенные сцены около пяти минут, сцены эротического или околоэротического характера. И как вы, кстати, относитесь к такому цензурированию, кстати? Нет, ну, это невозможно, это возможно только в одном случае, если прокатчик, а судя по всему, это они сделали, которые прокатывают фильмы в России, это только по договоренности. Ну, я могу сказать, когда мы пытаемся свои картины продать в Китай, то возникает, там буквально проходит цензурный комитет, и, скажем, вот фильм «Край», который я делал, они заставляли вырезать, значит, там замечательный эпизод в бане был, на что я не пошел. Не знаю, прав я или нет, вот, и с Матильдой тоже там вещи, которые они... Но это хотя бы ты этого ожидаешь, и они тебе открыто говорят, ты можешь согласиться или нет. То есть к тебе обращаются официально. Поэтому я думаю, что если, и мне так кажется, что те, кто вырезал этот эпизод, они обязательно должны были согласовать это с владельцами картины и с авторами. Без этого невозможно, иначе их просто засудят, и они заплатят огромные деньги. — 672-12-93-9, 672-13-93-9, звоните, задавайте вопросы нашему гостю, также пишите в WhatsApp 230-6191. Режиссер Алексей Учитель у нас сегодня на прямой связи. Ну вот, режиссера Кирилла Серебренникова отпустили не так давно из-под домашнего ареста, и вы на днях, если я не ошибаюсь, были в Гоголь-центре на одном из его спектаклей. Вот так же вы заявили, комментируя тогда его арест, о том, что не верите, что он мог похитить такое количество денег. Как вы восприняли его освобождение? — Ну, во-первых, это освобождение еще не полное, это просто его из-под домашнего ареста освободили, а суд еще впереди. И я надеюсь, что все закончится благополучно, очень надеюсь. У нас был какой-то срыв изображения, поэтому я не весь вопрос слышал. Но я действительно был недавно, это был замечательный такой музыкальный спектакль, посвященный Алле Пугачевой. Совершенно потрясающе сделан, и как все актеры драматически пели, это было замечательно. А что касается ситуации, если вы об этом спрашивали, я с самого начала говорил, и, кстати, я приходил пару раз и в суд, и давал поручительство тоже, один из многих, конечно. Я убежден, что такой человек, как Кирилл, понимаете, есть люди, которые действительно могут на чем-то зарабатывать внутри своего произведения, бывает такое. Но вот зная Кирилла, никогда ни один рубль, он мимо того, чтобы этот фильм, спектакль стал лучше, никогда не сделает это. Это просто противоестественно. Что там было экономически, мне трудно сказать. Но то, что этого не могло быть, в смысле, вот взять пачку денег, положить себе, а не пустить это на спектакль, я убежден, что это невозможно. Не просто, так сказать, доказуемо или невозможно. У нас звонок радиослушательной линии. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Александр. Да, Александр, вопрос задавайте. Задаю. Значит, вот мне, например, в последнее время нравится режиссер Юрий Быков. Как вы к нему относитесь? Это первый вопрос. И второй вопрос. Вы сказали, что вы не нарушили никаких законов. Конечно, у вас там юристы грамотные сидят. Но я, например, если еще внутренние законы, я, например, никогда бы не стал снимать такие сцены, так сказать, с кем спит Жуков, так сказать, Рокоссовский и прочие великие личности. А у вас внутренний закон есть какой-нибудь или нет? Спасибо. Да, два вопроса. С какого хотите начать? Нет, вопрос абсолютно справедливый. Конечно, должен быть, и я полностью согласен, некий внутренний такой цензор, который не позволяет. Но я снимал фильм не о том, с кем спит будущий император. Кстати, тоже всегда говорят, что Николай Второй. Нет, он еще не был Николаем Вторым, он был всего лишь наследником. Но он не спит. Я рассказывал о большой любви, которая на самом деле была. И они про то, как они ложатся в постели. Этого, кстати, нет. Поэтому в этом смысле я снимал фильм о том, как человек, который должен был править Россией, делал для себя страшный выбор. Выбор. Выбирал между любовью и долгом. Вот об этом фильме. Поэтому ни о какой пошлости никто не помышлял. Что касается Юрия Быкова, как я к нему отношусь, так вот получилось. Вот мы сидим как раз в офисе нашей студии «Рок». Первых три фильма он снял на нашей студии «Жить, майор и дурак». И, значит, могу вам рассказать историю. У меня режиссерская мастерская в Абгике. И ко мне приходит студент, показывает материал. Я говорю, кто так плохо играет? Мне приводят. Я говорю, ты кто такой? Он говорит, Юрий Быков, актер четвертого курса актерского факультета в Абгике. Значит, мы с ним поругались по поводу его актерской игры. А он мне говорит, Алексей Фимович, вот я наглею и сует мне сценарий, который оказался сценарием «Жить». Ему можно его и запустили. Это был продюсерский, скажу вам честно, большой риск. Потому что человек без режиссерского образования. Но я понимал, что он безумно талантлив, и понимает до сих пор, он очень талантлив. Он не обладал еще тогда, скажем, режиссерским ремеслом, но интуитивно чувствовал многие вещи и чувствует потрясающе. Поэтому один… и все приписывают, что это мой ученик. Нет, он… так вот случайно мы познакомились, и первых три шага, очень важных, и с Камским фестивалем, и с другими фестивалями, он сделал на нашей студии. Еще раз звонок. Еще раз звонок, да. Слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день, Олег. Да, Олег. Вопрос вашего гостя. Ну, мне кажется, что Виктор Цой стал легендой, да, только благодаря своей смерти. Да, потому что в музыкальном плане он был довольно посредственный человек. А героев в это время было намного выше, особенно в рок-музыке. Спасибо вам, Олег. Возвращаясь к началу нашего разговора. Да, да. Но, вы знаете, когда я снимал фильм «Рок», я тоже считал, что, скажем, Ременщиков, Шевчук, они для меня были ближе, скажем. Я думаю, что человек, который сейчас звонил, он говорит о своем пристрастии, музыкальных вкусах и так далее. Но, уверяю вас, что если бы была просто смерть, и она так возвысила Виктора Цой, дело не в этом. То, о чем я говорил вначале, это тот феномен, который мы еще не расшифровали. Потому что великих людей, в том числе музыкантов, погибали, к сожалению, но это не возвышало их. Наоборот, ну смотрите, даже смерть Высоцкого настолько человек популярен и был, и до смерти, и после смерти. Но все равно происходит какое-то снижение популярности, как мне кажется. Отцо идет по возрастающей, вот это паразитика. И это значит, что дело не только в его творческом каком-то потенциале. Он удивительно остается, особенно, как мне кажется, в стихах, в своих песенах, очень близок любому поколению. Как Вы относитесь к фильмам на патриотическую тему? Ряд фильмов вышел перед празднованием 9 мая, например, там Т-34. Смотрите ли Вы их и как оцениваете? Т-34 вышел не 9 мая, а прям Новый год. А 9 мая до Риги, видимо, дошел. 9 мая он был показан по телевидению. Да, да. Телевизионная была премьера, вышел он 1 января. Ну, это, как Вам сказать, он патриотический, конечно, но это все-таки картина, такая, скажем, как рассказать совсем молодым о той войне страшной и ужасной, значит, какими новыми способами. Первым это пытался сделать, кстати, Федор Бондарчев, довольно успешным с фильмом «Стеленград». То есть о каких-то тяжелых моментах, но рассказать новыми, современными и техническими, и другими средствами. Ну, смотрите, можно по-разному к этому относиться. Конечно, там много неправильных, конечно. Но зритель это воспринял и победил. Тут чисто прокатно эта картина прошла очень успешно. Ну, вот есть такое мнение, что эти фильмы, патриотические темы, они романтизируют войну чересчур и являются такой пропагандой войны. Что Вы думаете по этому поводу? Ну, это не идея «Смотри, Лема Климова», после которого точно не хочет никто воевать, и это не героическая история. Ну, мне кажется, «Т-34» не в эту сторону. Вы правы, есть такие фильмы, которые пытаются романтизировать саму фактуру, скажем, убийства, стрельбы, схватки. Это есть. Но «Т-34», мне кажется, это в меньшей степени касается. Но такие фильмы есть, и я лично тоже. Мне кажется, Вы знаете, зависит от одного, какими мозгами, руками и творческим потенциалом сделана эта картина. Если это есть, то, конечно, она не может впрямую пропагандировать войну. Вот Владимир Мерзоев, который был у нас в эфире, режиссер, он сказал такую вещь, что в России, по крайней мере, можно показывать, как разлетаются мозги, показывать, как убивают людей, но очень тяжело относятся к эротическим сценам. Возвращаясь к теме, о которой говорил наш радиослушатель, что здесь какой-то внутренний цензор, внутреннее табу, какое-то отторжение. Вот, на наш взгляд, это действительно так сегодня в российском кинематографе, что вот откровенно говорить на эротические темы или околоэротические темы сегодня гораздо сложнее, чем говорить об убийствах и так далее и тому подобное. Сложнее в каком смысле? В цензурном или... В цензурном и даже не только в цензурном, а в том, как это воспримет зритель и воспримет ли это зритель, этот разговор. Ну, опять, это зависит от сюжета и драматургии, сценария. Вот есть в Гоголь-центре спектакль «Машина Мюллера». Там много человек, весь спектакль ходят голые. Это возможно. Или актер, который играл Ларса Эдингера, то есть Николай Второй, Ларса Эдингера, замечательно, играет Ричарда Третьего, и он тоже практически весь спектакль обнаженный. Но это не делает этот спектакль менее художественным. Мы можем там обвинять его в порнографии. В кино главная проблема, опять, как показывать эти сцены, понимаете? Вот в этом проблема, потому что, скажем, фильм «Любовь в 3D», если вы видели, ну, там больше половины фильма занимаются сексом, но как это и сюжетно, и опять эмоционально сделано, ты забываешь о том, что это происходит. Я могу много примеров привести, когда это не только эстетическое какое-то восприятие, а прежде всего эмоциональное, но не по поводу физики, которая происходит, а по поводу совершенно другого чувства. Если вот художник, режиссер это умеет передавать, чувствует, понимает, как поступить с актерами конкретными, это да. Этика другая в сложности, очень много. И психологически, у актеров, ну, это действительно очень тяжело, как построить эту сцену, как привести к этому актеров, потому что, конечно, это не буквально происходит, но, тем не менее, это довольно сложно. И масса бывает и курьезных, и случаев, когда практически вся группа удаляется, и ты остаешься там один с аппинатором, и такое у меня бывало. Ну, может быть, я не верю, что... Сейчас, вы знаете, чуть меньше интерес к этому может быть, к таким сценам, потому что все доступно. Это раньше только в кино можно было что-то видеть. А сейчас вы можете залезть в интернет и сам процесс посмотреть в каком угодно виде. Поэтому процесс уже не удивишь этим процессом. А вот найти что-то в этом другое, да, очень сложно. Очень сложно. Ну, вот, возвращаясь все-таки к теме патриотизма, и в кино в том числе, вот, ваш коллега, режиссер Владимир Бортко, рассуждая на тему патриотизма, сказал в интервью о том, что для него семья на втором месте, а родина – отчизна, любовь к родине на первом месте. Вот, как вам кажется, в современном обществе нужно ли человеку выбирать между тем и тем сейчас? Ну, как можно выбирать между семьей и родиной? Я не очень себе представляю такое, что я поставлю на первое, второе, третье место. Все равно, мне кажется, близкие люди – это и есть, во-первых, твоя семья и родина, только часть ее. Поэтому это невозможно. Я, прежде всего, буду переживать, конечно, за своих близких. И это для меня наиболее важно – их состояние, их здоровье, их радости, печали и так далее. Просто я не отделяю одно от другого. Мне кажется, это странно, что Владимир так сделал четкий расклад по местам, как в спорте. То есть, с чего начинается родина? Здесь у вас каких-то противоречий нет в этом смысле. Знаете, вот мы сейчас на студии делаем фильм о футболисте, великом футболисте, Стрельцов был такой, я не знаю, вы помните. Он сидел потом, да, вот эта трагическая история? Да, это человек, который по таланту был, его сравнивали с Пиле. И они должны были встретиться на чемпионате мира. Значит, мы стараемся делать картину. Еще беда в том, что это снимает мой сын, Илья Учитель. Значит, это его второй фильм. Но это тоже такой будет большой, очень картина. Но его судьба, это и есть, как вам сказать, он с одной стороны патриотизм в том, что он пытался с помощью своего таланта прославлять нашу родину с помощью футбола. При этом он сидел в лагере и все равно выжил и стал снова лучшим. Ну, я думаю, что вот такой патриотизм, если когда мы говорим через конкретного человека, который прошел испытания и все равно не потерял интерес к своей родине и к твоим, кстати, и близким людям и прочим, тогда это уместно. Тогда ты переживаешь не за родину в целом, а за конкретного человека, который тебе пытается ее в определенном ключе подать и раскрыть. И тогда это любопытный интерес. Спасибо вам. Спасибо, что нашли время. Режиссер подсказывает, что время наше, к сожалению, подошло к концу. Алексей Учитель, режиссер, был гостем программы «Абонент. Доступен». Всего доброго и до свидания. До свидания.